Хочу сразу сказать, что алкоголь, например, считаю одним из самых страшных наркотиков на планете Земля, который не принес счастья ни одному человеку, а горе уже принес миллиардам. У каждого из нас есть интересная история жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. В сегодняшнем выпуске я познакомлю вас с человеком, который долгое время употреблял алкоголь и наркотики, четыре раза выкарабкивался с того света, с той чистоты, на которой, как он говорит, общается сам создатель. И именно этот создатель поведал ему правила, с помощью которых наш сегодняшний герой смог в корне изменить свою жизнь и добиться успеха. Меня зовут Александр Жучкин, и вы смотрите мой новый проект «Откровение». Дмитрий Короленко меня зовут, он же БХЛ. БХЛ – это будущее хочет любить. Так называется мой музыкальный проект, в котором я являюсь лидером, я сочиняю песни, то есть я являюсь композитором и поэтом. Но музыке я нигде никогда не учился, ни о нотной грамоте не владею, но сочинил примерно около тысячи гармоний, и свои песни я дарю людям. Я считаю так. Мы находимся в игре, которую создал кто-то. Вот я называю его создатель. Кто-то называет бог, высший разум, творец и так далее, и тому подобное. Но мы находимся в игре, а у любой игры есть правила. Правила для всех одинаковые. Они же являются истинной. У реки два берега, у дороги две обочины. На одном берегу находится правда, добро и стремление к совершенству. На другом берегу находится зло, ложь и деградация. Человек находится в реке. Пока он не сделал свой выбор, он от берега ходит к берегу. Ну то есть он в принципе знает, что врать это плохо и старается не врать в жизни. Но если вдруг подворачивается удобный момент, который помогает ему каким-то образом, например, заработать деньги, но при этом ему надо соврать, он тут же врет. Это еще было в школьные времена. Я находился летом в каком-то из пионерских лагерей. Я уже даже не помню название. Я с каким-то мальчиком познакомился. Этот мальчик просто мне задал такой вопрос. Дима, а ты не хочешь оказаться в другом измерении, в каком-то другом мире, может быть? Ну и я, как и любой человек, являюсь любопытным существом. Соответственно, ну как так вдруг, да? Предложение такое предложили. Ну а что я там, молодой парень, сколько мне там лет? 14, может, было. Он говорит, ну надо просто для этого бутылочку растворителя взять, вылить ее на тряпку, зажать в кулак и просто понюхать, и ты окажешься в другом измерении. Ну у меня были обычные галлюцинации. То есть и, собственно говоря, такое состояние, скажем честно, оно не очень было комфортное. И потом несколько раз в моей жизни был еще такой опыт с бензином, так называемым клеимым моментом. Буквально несколько раз я понял, что это абсолютно не мое. То есть я просто, у меня сворачивается голова, но никакого удовольствия я не получаю. В моей жизни, вот, знаете, то есть такой был отрезок. Это где-то вот 20 с чем-то лет до, в общем, 39. У меня было полное разгуляева такое. Я курил сигареты, естественно, выпивал алкогольные напитки. Когда ты пьешь, у тебя столько друзей получается вокруг. Все обнимаются с тобой, целуются. Даже некоторые кровью клялись, то есть, что мы братья на век. Я даже не помню, когда я последний раз этих людей в своей жизни встречал уже. Ну, мне показалось мало этого всего. Я решил попробовать другие различные препараты. И, в конце концов, получилось таким образом, что я вогнал в свой организм двойную смертельную, я так понимаю, дозу, скажем так, какого определенного яда. Будем так говорить, просто яда. Ну, вот отсюда, досюда измерял все ученые мира. И вот здесь человек умирает, вот от этой, досюда вот. То я вот столько употребил. То есть, я оказался там, где, ну, не было никого, потому что здесь уже труп, что там дальше изучать. Там, как бы, откуда, как я считаю, не возвращаются, просто так не отпускают. И встретился лицом к лицу с тем, кто меня создал. Я четыре раза оказывался там, куда, я считаю, при жизни запрещено заходить. Это другая частота. Все вот это, то, что я употреблял и так далее, все это одним словом называется деградация. Деградируя до 39 лет, я понял, что я зашел очень далеко. На четвертый раз, когда я зашел, опять-таки же, возвращаемся к моим путешествиям, опять-таки же, вогнав в себя в очередной раз запредельного количества вещества, я уже осознанно четвертый раз шел туда, и я хотел, чтобы создатель мне все рассказал. Кто я? Что я? Зачем я? Как найти мне себя? То есть, он мне объяснил про истину, про два берега, про то, что я сказал, он мне создал зло, чтобы ты знал, что есть добро, иначе как бы ты это узнал? И поэтому я разнес это на два берега. Но также я дал тебе право выбора, и у тебя оно всегда будет, но я не оставил тебе третьего, я дал тебе выбор только из двух. И куда ты выберешь, в конце концов, в свой путь, на тот берег ты и выберешься, и будешь его олицетворять. Вопрос, если мне кто-нибудь спрашивает, в чем смысл жизни человека, одним словом, это самореализация. Но представьте себе ситуацию, что вы просто прожили век свой, да, и вот вы пришли к Творцу, вот, и говорите ему все. Он показывает вам рай, спрашивает, хочешь туда? Да, хочу. Он говорит, да не вопрос, мне не жалко, проходи. Только вот единственное, ответь вот на один единственный вопрос и сразу проходи. А вопрос такой, что ты там будешь делать? Понимаете, в чем все дело? Если человек не самореализовался, то есть не нашел свое предназначение, свою миссию в этой жизни, он на этот вопрос не сможет ответить. Ну, Бог, я не знаю, что я буду делать на следующем уровне. А, не знаю, скажет создатель. Ну, тогда извини, я тоже не знаю. Давай тогда я тебя обравлю обратно на землю, ну, сотру сейчас память полностью, но чуть-чуть дежавю оставлю, чтобы тебе когда-нибудь, где-нибудь показалось, что ты здесь уже был, и это слышал, и это видел, вроде как бы все по кругу ходит. И вот вам и рай, и ад. Получается, что если человек самореализовался, он сразу отвечает на вопрос, что он будет делать дальше. Он уже готов к этому, и он идет на следующий уровень. То есть, ну, это так называемый рай. А ад – это обратно на землю, представляете? Обратно в ясли, опять в школу. Все, только потому, что ты так и не понял, прожил свой век, но ты не самореализовался. Ну, как трава, знаете, в поле вырос, завял, никто и не заметил. Так вот, в 39 лет, зайдя четвертый раз, получив всю эту информацию о том, как устроено все на планете Земля, я сделал свой выбор, что в этой жизни я больше никогда не выпью ни грамм алкоголя, я никогда не выплю ни оду сигареты, в общем, и никакой уничести во мне не будет. И вот 1 января, получается, 9,5 лет, в 39 лет я выпил залпом стакан водки, поставил его на стол и, глядя отцу в глаза, сказал, отец, батя, я даю тебе слово, что я без всяких кодировок, без ничего, больше никогда не вернусь в эту нечисть. И я сдержал свое слово, ребята. Мне очень приятно от этого, я искренне с вами делюсь этой информацией. За 9,5 лет во мне нет ни одного грамма алкоголя, вот. А вы представляете, да, вот все это во мне было и в запредельных количествах. Как изменилась жизнь вот после того, как ты перестал пить? Вообще одним словом кардинально, то есть вообще реально. В голове есть такой компьютер, мозг называется, и там различные есть центры. И вот один из них называется центр удовольствия. Когда человек вводит в себя какое-либо вещество, там, симулятор какой-то, алкоголь, наркотик и так далее, он вызывает прилив эндорфина, серотонина, там, и еще двух веществ, которые отвечают за радость, как бы, да, удовольствие, вот за все эти ощущения. Ну, так называемый кайф. Соответственно, человек впадает в эту зависимость и не понимает, как же ему еще раз получить это удовольствие, вспоминает все время только вот этот способ и возвращается обратно к употреблению какой-либо гадости. А по сути, если этот человек все перестанет употреблять, вот эту нечисть, пить, курить и так далее, а займется физкультурой, и после тренировки пойдет в баньку, как следует попариться там, то есть разогреет сосуды, доведет себя до потоотделения, потом встанет резко и обольется ледяной водой, то в эту секунду он получит выплеск эндорфина, серотонина в таком количестве, что как заново родился. Вот выходишь просто, дышишь полной грузью, тебе голова работает светло, энергия колоссальная, и тебе вот настолько хорошо, и ты не понимаешь, а всего лишь ты взял и облил свое тело, ну, вот холодной водой. Страсть к автомобилям, я просто, знаете, считаю, что каждый рождается уже кем-то. Вот в моем случае, мне кажется, я уже родился водителем, я очень полюбил машины с детства, и вот эта так называемая любовь к моим автомобилям перевела меня к моему бизнесу, который был связан тоже с автомобилями, но мне всегда хотелось что-то такое радостное подарить людям, и поэтому я занялся обеспечением транспорта на свадьбу. Вот придумал свою компанию Лима и СПБ, и, соответственно, где-то стадион, наверное, народу уже обеспечил этим транспортом. Лет 15 я плотно этим занимался, и за все эти 15 лет у меня накопилась своя коллекция машин, там, скромная такая, но вот очень люблю я Мерседес-компанию, вот самый последний Мерседес бизнес-класса появился, кстати, совершенно недавно, прямо в этом месяце. И вы знаете, я могу вам точно сказать, что если бы я пил алкоголь и продолжал деградировать, то вот этого всего бы у меня не было бы. Жизнь бы моя уже закончилась, наверное, давно. Я бы сейчас это интервью уже не смог бы дать, потому что это пойло, я извиняюсь, оно так тянет на дно, и там и конца и края не видать никаких просветов. Это очень страшное зло. Вообще у меня сейчас на самом деле есть абсолютно все, о чем может мечтать, наверное, человек. У меня есть семья, любимая жена, любимые дети, любимые родители. У меня есть где жить, есть что есть, у меня есть любимая работа. И все это достиг, просто победив изначально себя вот в этом негативе. Потому что человек, который может победить себя, может победить вокруг все. Поэтому невозможно быть счастливым во лжи, а алкоголь или какие-либо наркота, это все ложь. Человек просто становится зависимым, а зависимый человек становится несвободным, а несвободный человек не может быть счастливым. Поэтому искренне рекомендую всем, как можно быстрее, навсегда распрощаться с этим всем злом. Как-то так. Только что я вас познакомил с историей Дмитрия Короленко. Если вы через что-то прошли и вам есть о чем рассказать, обязательно присылайте свои истории мне в Инстаграм, и, возможно, именно вы станете участником выпуска проекта «Откровение». Меня зовут Александр Жучкин. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok